Смотри, немногие знают, что ты автор очень-очень популярного бестселлера в райной С-классе. Ну, очень-очень ты преувеличиваешь, конечно, но... Ну, судя по отзывам тех людей и тех топ, как я скажу, бизнесменов и топ спикеров психологических и многих иностранцев, и в самом начале у тебя и правнук Генри Форда рекомендует твою книжку читать. Я доволен. Расскажи, как это все родилось и как ты вообще начал писать книги? От нечего делать. Предприниматель тоже, опять же, такой человек, который... он не может ничего не делать. Вот многие из нас думают, да, что заработаю денег, улечу куда-то там на Бали или в Гуа или еще куда-нибудь и вот буду ничего не делать. А вы пробовали? Вот я пробовал, не вариант. Ну, неделя, ну, две, ну, 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 три это если вообще, ну, дальше нет. Ты все равно начнешь что-то делать. В 2014 год. Я забрал маму, увез ее в Европу, Париж, Германию, отправил путешествовать. Забрал семью и с ними улетел в Индию. Вместе с Сашей, кстати. Я со своей семьей и с Сашей мы улетели в Индию. На год. В Индии мы прожили чуть меньше года, потом мы поехали путешествовать тоже по Европе и так далее. В общем, в целом, меня в стране не было год. И, что примечательно, мы выстроили так дела, что за этот год мы выросли в полтора раза. То есть мы готовились, мы понимали, что будет какая-то там движуха. Мы провели серьезную подготовку по автоматизации направлений. Вот нас год не было в стране. Мы выросли в полтора раза с тем, что мы, все, что мы делали, это там один звонок в три дня. И там два эмейла в три дня, наверное, вот как-то так. То есть так тоже бывает, так тоже можно. Но суть в том, что ты, когда ничего не делаешь, ничего не делать не вариант. Тебе все равно нужно будет что-то делать. И вот как-то себя применять. Пришла в голову идея написать книгу, поделиться какими-то знаниями. Было чем поделиться. Так это вы писали, когда путешествовали? Да, да. Книга, вообще в целом книга в районной классе была написана на территории восьми стран. Писалась, но это во время путешествий. Какой тираж? Я не помню. Смотри. Большинство, ну я сейчас немножко эту кухню знаю. Большинство людей, когда пишут тираж, они врут. Потому что это никто не проверяет. Ну то есть какой ты напишешь тираж, какой ты скажешь, такой и будет. Я писал честно. Первый тираж мы сделали 2000 экземпляров. После чего на нас вышло одно из крупнейших издательств в России, АСТ. Если ты знаешь, что издательство. И заинтересовалась книгой. И они захотели сдать за свой счет уже следующие тиражи. Сейчас уже был второй тираж. 3000 экземпляров это АСТ издало. И сейчас будет, сейчас отсуждается третий тираж. Помимо этого книга переведена на английский. Книга переведена на украинский. Ну в общем, по книге были определенные. Кроме душевного желания написать, это деньги приносит? Да, я делал очень качественно. Я делал не с целью заработать. Я делал с целью что-то отдать. Вот, хотелось отдать. Я сделал добротно. Я в нее положил около 15 тысяч долларов своих денег. Ну то есть для книги это много. Чтобы было понятно. Чтобы просто взять, написать книгу и положить 15, это нормально. Это самая дорогая финская бумага, которую я нашел. Шрифты мы заказывали у Артемия Лебедева. Там заказные картины. Там было все как надо. Они окупились. И книга приносит плюс. Но это не тот плюс, который можно сказать. То есть книга как бизнес, если ты не блогер с двумя миллионами подписчиков или двадцатью миллионами подписчиков, то книга как бизнес это не особо вариант. Книга это другие плюсы дает. Открывай двери, которые раньше были закрыты. Приятно. Я продажу.